Протягиваем выпуск. 11-го жневня у Свято-Петропавловским кафедральным соборы прошли урочистости, присвященные Дню памяти проподобной манефы Гомельской. Святочное богослужение означали у Высокопресвященнейший Павел, митрополит Минский и Заславский, патриаршек Зархусяя Беларуси. Неделя сирот похмурных и дождливых днен выдалась теплой и солнечной. Люди и шли до храма без конца и плынью. С подробностями Марина Джалая. Я приехала из Быхова, Могилевская область. Очень хочу на этот праздник, очень люблю манефу. И так она помогает всем. Поэтому рада, рада. Что вас привела сегодня в церковь? Любовь к местным святым, к матушке манефе. Почтите ее память. Мы часто посещаем храмы и очень рады, что сегодня на праздник пришли. Господь вот ведет и знает, когда привезти. Когда поступала моя дочь, я пришла сюда и просила ее, чтобы она поступила. Она поступила, закончила успешно, родила ее внучку. Мы должны гордиться тем, что мы имеем на нашей Гомельщине. А поскольку она свою жизнь посвятила вере Господу Иисусу Христу, то и мы должны следовать доброму, положительному, замечательному примеру. Каждая святыня по-своему как-то на человека впечатление свое производит. Ну, в душе очень хорошо. Светло на душе от таких праздников. Монахиня Манефа у миру Мария Скопичева народилася у тяжкий час громадянской войны. Это была эпоха повсюдного атеизма. С ранних годов она полюбила молитву, чем вельми одрознивалася от своих одногодков. Самого народжения покорливо несла ускладенна ее Господом крыш тяжкой хворобы, церебральный паралич. Але разом с тем володала великим даром, с хильностью до служения Богу и людям. Велизарная добрыня матушки Манефа из-за усюды притягивала до ей людей. И у семьи она давала советы о отповедности, с якими жила сама – молиться, каяться и быть милосердными. Дорогие братья и сестры, я сердечно всех приветствую и поздравляю с Днем памяти преподобной маточки нашей Манефы Гомельской. Это святая, которая жила в наше время и которая творила чудеса именем Господнем. И сегодня мы все притекаем к ее гробу, который находится в Петропавловском кафедральном соборе с ее святыми мощами, откуда исходит божественная благодать, и мы получаем исцеление духовное и телесное. И дай Бог, чтобы молитвами преподобной Манефы Гомельской на нашей земле царил мир, благодать и любовь. Храни вас всех Господь. Матушка Манефа померла 25 лютого 1984 года, продказавши день своего скону. На ее отпевании в Никольском храме Гомеля молились 19 священников. Поховали Манефу на родиме, увезцы с ее руки. По благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Арыстарха, 11 жюня 2006 года священниками было здействовано с добытой нетленных мощей с химонахиней и перенесения их у Кафедральный собор. Про сгод Матушка Манефа была прославленная учи непроподобной улику Собора Белорусских Святых. Сегодня память нашей землячки, благочестивой женщины, которая жила на благословенной Гомельской земле. Оказывается, можно спасаться не только в горах, не только в пустынях. Можно, живя в городских условиях, стяжать благодать Святого Духа. Главное, чтобы было внутреннее настроение. Недаром преподобная Манефа, обращаясь ко многим, призывала всех стяжать молитву, покаяние и милосердие. Своим даром Манефа допомагала лечить хворобы как душевные, так и телесные. И навод после своей физичной смерти матушка не покидает тех, кто приходит дае со широй молитвой. Святая Манефа протягивая здесь снять отсюда. Марина Джала, Александр Харлампов, Теллера, Деокомпанія Гомель.